И теперь к другим темам. Жители Нарьинмара могут предложить для благоустройства одну или несколько общественных территорий. Это может быть набережная на реке Печора или городской парк. На основании лучших предложений горожан будут разработаны проекты. Их администрация Нарьинмара и представит на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Подробнее в нашем следующем сюжете. У жителей Нарьинмара есть еще несколько дней, чтобы предложить территории и идеи по их наполнению, которые необходимо благоустроить. Предложения лягут в основу заявки города для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По итогам федерального конкурса лучшие проекты благоустройства в 2021 году получат финансовую поддержку. Конкурс интересен тем, что деньги выделяются достаточно большие и за счет федеральных грантов благоустроятся набережные, большие парки, какие-то комплексные территории в исторических поселениях, в малых городах. Это не касается, допустим, какой-то маленькой площадки, детской или маленького сквера. Гранты доходят до 70-80 миллионов, а в этом году на уровне федерации правительством принято решение в два раза увеличить количество денег, которое уделяется на организацию этого конкурса. И сумма достигла во всех номинациях 10 миллиардов рублей. Стоит отметить, что благоустройство городских территорий всегда согласовывается непосредственно с жителями. Поэтому и в этом конкурсе мэрия Наринмара также призывает горожан принять участие, не оставаться равнодушными. Несмотря на то, что в городе достаточно много еще территорий, которые надо бы благоустроить, но объект должен быть емкий, большой и востребованный всеми жителями. Точнее, максимальным количеством жителей. Пока на конкурс поступила только одна заявка. Идея заключается в комплексном благоустройстве территории между улиц Токовылки и Победы. Наринмарцы предлагают обустроить там площадки для культурно-массовых мероприятий и мемориальную зону. По мнению горожан в окружной столице также не хватает мест для досуга молодежи. Может быть, не хватает все, что связано с диджитал-коммуникациями. Например, это типа центра перемещения во времени, вот как, например, сделано в Петербурге. Его основная задача – это, когда одеваешь VR-очки, ты можешь побывать в другом мире, виртуальном. Но там есть еще одна из функций – это обучение. Там можно обучаться и физике на начальных классах, там можно изучать какие-либо там законы и тому подобное. Ну, может быть, мест для молодежи не хватает, куда ходить, потому что в основном они все на улицах ходят, в магазины. Вот. Так что, мне кажется, развлекательных центров-то каких-то не хватает. Площадок детских и, знаете, для молодежи, чтобы что-нибудь, чтобы они не шатались по городу, чтобы не шатались. Заявки с предложениями принимаются в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Наринмара до 23 марта. После этого общественная комиссия выберет лучший проект. Затем, с учетом мнения жителей, будет составлен примерный план размещения объекта. До 20 мая мэрия отправит его на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических городах. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok